Если вы считаете себя музыкантом и хотите прославиться, внимание, у вас есть неплохая возможность сделать это. В этом году стартует фестиваль «Точка кипения». Между прочим, он проводится впервые, и обо всех моментах, условиях участия мы решили спросить у одного из организаторов, участника группы «Доза радости» Игоря Лавриненко. Привет, Игорь! Добрый день! Расскажи, пожалуйста, фестиваль, действительно ли он первый, и как вообще возникла идея помочь, наверное, группам молодым ростовским? Мы посмотрели с Иваном, со вторым участником группы «Доза радости», что в принципе сейчас таких групп нет, которые могли бы даже конкуренцию какую-то составить. Даже если они есть, то их мало. Может быть, потому что именно не появляется такой какой-то человек, который им помогает. И мы решили выступить в роли таких вот людей, которые увидят, услышат, нам понравится. Ну, наверное, у нас есть уже какой-то музыкальный вкус в этом плане. И каким-то образом помочь этим группам своими какими-то знакомствами, возможности записаться опять же на студии мы будем давать группам бесплатно. Давай вот так привилегиям, да, таких привилегий, немножко попозже. Скажи, вот у вас уже был такой опыт, да, организации фестивалей, руководителей? Или это тоже вот новинка для вас самих? Мы, так скажем, в своей группе постоянно все сами организовывали, поэтому опыт какой-то, наверное, есть, но именно для себя в первую очередь. Вот, а чтобы кому-то, ну, не знаю, такого прям опыта фестиваля именно нет. Ну и когда вы стали принимать заявки, когда вообще был данный старт? Где-то за полторы недели до Нового года, так скажем. Потому что идея возникла, так скажем, незадолго до этого. Вот, мы решили не откладываться в долгий ящик и попробовать сразу, потому что возможность есть, место есть, вот, и почему бы и нет. Ну и расскажи, вот, сколько будет этапов, да, вот в этом фестивале, что вот такие цифры можно назвать уже на данный момент, сколько эти чел-группы откликнули, сколько сейчас? Ну да, мы думали, если честно, что будет больше, вот. Видимо, кто-то, наверное, для кого-то это не статусно, для кого-то еще что-то. То есть, ну, сейчас на данный момент есть 9 групп. Получается, будет 3 этапа. Это 1 четвертая финала, 2 полуфинала и финал. Вот, причем на каждом из этапов мы одну группу будем выбирать мы, жюри, вот, а другую группу будет выбирать зрители. Ну, чтобы никто не подумал, что мы там кому-то там подыгрываем, чтобы все было по-честному, действительно, то есть, вот так. А стики какие? Что это там, рэперы? Ну, в первую очередь, это все-таки легкая музыка, потому что мы разбираемся именно в такой музыке, вот. Тяжелой музыки у нас тоже много в Ростове, но, так скажем, не хотелось бы браться за то, в чем мы, как бы, не сильно, не сильно, как бы, разбираемся, вот. Поэтому, в первую очередь, конечно, легкая музыка. Ну, ты говоришь «мы», да? Давай еще назовем имена вот еще на жюри, кто... Ну, да. Как я уже сказал, это Иван Борщ, вот. Это Александр Джалашов, который тогда вот нас спас в свое время. Он предоставляет для победителя, вот, бесплатную запись на студии, у него есть своя студия, вот. Будет человек, который занимается созданием сайтов, фирменного стиля, логотипа, то есть, если группе, занявшей первое либо второе место, будет необходима помощь именно вот в этих, так скажем, непростых порой вещах, то мы с удовольствием поможем, там, определиться с поведением на сцене, возможно, какой-то, может быть, придать им облик один, вот. Ну, вот так. Ну, и я думаю, что еще будут, то есть, такие приходящие, выходящие члены жюри, которые мы будем приглашать, если кто-то вдруг не сможет. Когда планируете завершить уже назвательного победителя? Все заканчивается, вот, если я не ошибаюсь, получается, в конце февраля, то есть, 28 февраля, по-моему, это последняя дата февраля, вот, будет финал. Если все пройдет так, как мы планируем, естественно. Ну, и последний, наверное, вопрос. Участники только конкретно из Ростова или из ближайших городов? Может быть, даже откуда-то из Юга? Да, есть, по-моему, из области. Из Юга прям не приходило, но я просто, нет возможности зайти на, так скажем, страницу каждого участника, посмотреть, откуда они, что они из себя представляют. Пока только мы прослушали все, так скажем, аудиозаписи, которые были, нам прислали, но по тому, как люди спрашивают, можно ли там поменяться, потому что мы, возможно, потом не сможем уехать домой. Вот, видимо, что есть также из области, не только из Ростова. Отличный, Игорь, спасибо. Я желаю, чтобы этот первый фестиваль прошел на ура и в будущем тоже повторился, и новых пятких времен. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok